Благодаря встроенным сенсорам давления анализатора теста 310 можно использовать для измерения тяги в дымоходе или давления газа в газопроводе. Для измерения тяги выберите соответствующий значок на экране, затем подержите зонт на свежем воздухе и нажмите кнопку старт. Сенсоры подстраиваются под атмосферное давление за 5 секунд. Важно, чтобы зонт находился на свежем воздухе в процессе обнуления сенсора давления. После этого зонт можно помещать в дымоход работающего котла. На дисплее теста 310 немедленно отобразится небольшое давление, вызываемое тягой в дымоходе. Когда значение стабилизируется, нажмите на кнопку стоп. Текущее значение зафиксируется на экране и сохранится в буфере данных для печати. Для измерения дифференциального давления газа выберите соответствующий режим на экране. Прибор уведомит о необходимости вставить в зонт герметичную заглушку, чтобы перекрыть газовый трак анализатора. И это позволит осуществить измерение давления. Удалите фильтр и вставьте оранжевую заглушку в отверстие в центре рукоятки зонда. Затем нажмите на кнопку старт, чтобы обнулить сенсор давления перед тем, как присоединить зонт к измерительному штуцеру на газопроводе с помощью силиконового шланга. Важно, чтобы при обнулении сенсора зонд находился на свежем воздухе и не был подсоединен к штуцеру. После обнуления сенсора давления подсоедините силиконовый шланг к зонду, а зонд к месту замера давления газа. Тесто 310 отображает значение в гектопаскалях, но если вы ведете документацию в милибарах, напоминаем, что 1 милибар равен 1 гектопаскалю. При нажатии на кнопку стоп по окончании измерения анализатор напомнит вам, что необходимо вынуть заглушку и вставить фильтр в рукоятку зонда. Данные измерения тяги и давления хранятся в анализаторе до его выключения. В меню измеренное значение давления обозначается R2, а значение тяги – R1. В распечатанном протоколе измерений вы найдете значение давления, а также все другие показатели дымовых газов. Редактор субтитров А.Семкин